Всем привет! Настя, появление. Смотрите, что мы сегодня вновь приобрели. Аккуратно. Такое вот креселко. Что? Лошадь какая-то. Какое-то. Такое вот креселко. Оно рассложено сейчас, но его можно собрать. Вот второе такое уже. Это уже можно вот так сидеть. Удобненько. Вообще классно. А выше, кстати, можно поднять? Я не знаю, можно, но там надо разбираться. Вот. Таких вот два, получается, кресла. И там еще, вот сейчас покажем нам, ну маленькое, я не знаю, что это. Что? Ну что это такое? Вот там она была. А, сейчас покажу. Ну шкаф вы вчера видели. И этот, давай пока здесь поговорим. За Стивку говорила людям, да? Там писали. Да, там писали, что отнесите сушилку в келлер, либо на балкон. Балкона у нас нет, либо в ванную комнату. Ну вы же понимаете, что в ванной нереально сушить вещи, потому что там как раз таки... Там в первую очередь будет блесень, да. Там влажность повышена. Ну здесь мы довольно-таки часто проветриваем, пока никаких у нас с этим проблем нет. Просто нужно проветривать комнату. А в келлер относить, там, извините меня, велосипеды, грязь, там чего только нет. Чья-то мебель старая, ну... Да ну, нет, нет. Так какое, чтобы она провойнялась и вообще, как-то там можно сушить. Мы сейчас опять друг друга перебиваем, потом, ну, начинают писать. Хорошо, давай покажем. Давай раз я тебя снимаю. Подожди, нет, вернись. Царское место. Наста, там говорят, что никакого ребенка ей не вернули. Шок контент, ну как же так? Почему такое пишут? Почему же так? Наверное, они хотят, чтобы я сегодня выпустила новое видео или что? Ребята, не пишите бред, пожалуйста, реальный бред. Если мы вам рассказываем, тем более это видео было заснято в тот момент, когда мы изначально узнали только-только информацию. У нас знакомая, которая общалась с этой женщиной и наделилась этой информацией, поэтому мы решили поделиться. Там пишут, у вас, наверное, какой-то личный конфликт с этой женщиной. Такое, ну, придумывая, честно. Конечно, господи, ребята, не сочиняйте честно бред. Это реальная история реальной женщины. Просто, если бы я хотела, если бы, я не знаю, если бы я там брала, я бы не знаю, ну, что-то придумала. Так я ничего не говорю. Я не говорю, понятно, я не буду говорить, кто она такая, что она, где она. Потому что это правдивая история. Вот и все. Кому надо, кто... Еще спрашивали, сколько нам лет? Мне 23 года, Аня через полтора где-то месяца, да, будет. Через полтора месяца Аня будет вот тоже 23 года уже. Да. В дальнейшем мы расскажем это в следующем видео. Нет, в этом видео мы рассказываем про что? Все просто. Видите, как спонтанно все снимается. Нет, мы хотим вам вообще на самом деле показать, как мы жируем на ваши налоги. Те, кто нам это все пишет. Пройдемте, пожалуйста, на нашу кухню. Вот, кстати, эта штучка, видите? Вот. На этот стул не обращаем внимания. Что же мы кушаем? Настя, у тебя тут картошечка как-то показалась. Ничего, обратно. Сюда. Обратно что? Залепить. Вот. Что ты держишь? Обещаешь, что надо писать. Что-что? Что писать будут, говорю. Что будут писать? Что общаюсь здесь, что они любят, что и правильные слова находил. Но нет. И что, как мы жируем на налоги тех, кто пишет. Едим просто каждый день практически капусту с луком. Квашеная капусту с луком. И самый дешевый вариант еды. Евро 59 оселедец. То бишь селедка. Да, как вы могли видеть, что мы едим особые продукты высшего качества. Мясо с мясом. Да. Еще там были такие люди интересные, которые писали. Очень много про авокадо, Настя. Авокадо, авокадо. Вы что, едите каждый день авокадо? Авокадо первая необходимость для вас. Так вот, ребята, не пишите гадости. Ну, реальный бред. Мы не едим каждый день авокадо. Зайдите к нам в гости, посмотрите, что у нас вообще. Авокадо. Почему мы про него сказали? Да потому что мы заходим в Балди, идем к отделу с фруктами и с овощами. Увидели авокадо. Вспомнили, какая была на него цена 3 дня назад или сколько. И какая была в тот момент. И она была повышена на 1 евро. А, конечно, это сразу на это ты обращаешь внимание и как бы видишь, что повышение цен пошло. Дальше там масло было. Очень много было. И так дальше. Не надо писать ничего. Просто это реально уже бесит. Они просто пишут, как будто живут с нами и все. Ну, реально. Авокадо, вы не можете жить без авокадо. Авокадо это первая необходимость для вашей жизни. Да, вот что первая необходимость для нашей жизни. Вот. Селедка. А особо еще. Мне там писали некоторые... Что? Ну, что мы же вот это на их налоги. Боже мой. А какие налоги? Вы когда приехали сами сюда, кто за вас платил эти налоги? Не немцы случайно? Вот меня реально это убешивает. Вы живете здесь. Так, а почему вы не возвращаете свою родную матушку Россию? Просто. Там же вас и не знаю. Там не надо платить налоги. Никаких налог. Ни за что, ни про что. У вас же там цены поднялись. Пенсии. Жизнь на малину. Да, бабушки, они... Сколько смотрю, не хочу начинать даже жалуются. Ладно, все. Не будем про это. Не будем об этом. Это все. Само суть. Не пишите то, чего не знаете. Вы сейчас увидели реальность? Увидели. А иногда, если вы увидели это авокадо, это не значит, что мы его едим круглосуточно, не знаю, там, ящиками у нас эти авокадо стоят реально. А хотелось. Работы. Когда мы были в джоб-центре и говорили, что мы хотим работать, что мы не хотим сидеть на пособии, чтобы не забирать деньги в государство, нам что ответили? Девочки, вы, конечно, молодцы. Вы точно подумали. Ну, переводчик. Да, там была девушка-переводчик, и она сказала, пожалуйста, пойдите на курсы, и она сказала, мне нужны ваши дипломы, и они до сих пор пишут нам онлайн по электронной почте, типа, когда мы идем на курсы. Ну, не знаю почему, переспрашивают, постоянно записывают. Ну, у нас, да, мы вот в конце месяца начинаем. И как бы смысла, то, что вы там говорите, нам советуйте, нам это не нужно. Мы сами знаем, что делать. Мы знаем, что нам делать, да. Вот эти ваши комментарии, валите на работу. Халявщики, оставьте, пожалуйста, себе. Что, готова картошка? Ну, что, картошка? Выключаем. Ладно, ребята, все. До скорой встречи. Всем хорошего настроения. Да, пишите, задавайте вопросы, нормальные вопросы. Да, можете и ненормальные. Можете уже ненормальные, да. Можете еще ровно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подпишитесь, те, кто новенький. Мы не всегда такие нервные, просто нас достали комментарии. Ну, все нормально. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok